Мы начинаем. Добрый день, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Сегодня мы начинаем осенний цикл наших региональных экспертов встреч. И я с удовольствием приветствую всех вас на дискуссионной площадке аналитической платформы Кабар.Азия. Сегодняшнее наше обсуждение будет посвящено 30-летию независимости стран Центральной Азии. И тема нашей эксперты встречи так и называется «30 лет независимости стран Центральной Азии. Что дальше?». Вот совсем недавно, в конце августа, в начале сентября, почти все страны Центральной Азии отметили 30-летие со дня обретения независимости, за исключением Казахстана. Казахстан будет также отмечать эту встречу скоро, 16 декабря. И вот уже 30 лет бывшие союзные республики одной большой страны идут собственными путями, живут, развиваются в соответствии с собственными реалиями. О том, какие есть достижения, какие существуют проблемы в странах Центральной Азии за 30 лет, написано и рассказано очень много. Всем нам, жителям этих стран, конечно же, хотелось бы, чтобы достижений было больше, проблем было меньше, и чтобы они быстрее решались. Но что имеем, то имеем. И сегодня мы не будем говорить об этом, а попытаемся вместе с нашими уважаемыми экспертами проанализировать и спрогнозировать, с какими трудностями, рисками и вызовами столкнутся наши страны в последующие 30 лет. Сегодня мы будем обсуждать, что может помешать нашим странам превращаться в цветущий сад, с какими основными вызовами и рисками и угрозами предстоит столкнуться и правительством, и жителям Центральной Азии, и что же нужно делать уже сейчас, чтобы эти риски минимизировать. Мы попросили аналитиков из четырех стран Центральной Азии, кроме Турканистана, прогнозировать сценарии развития стран региона на предстоящие 30 лет. И я с удовольствием представляю наших уважаемых экспертов. Сегодня с нами политический аналитик из Казахстана Аскар Нурша. У него богатый грант работы в аналитических центрах Казахстана. Он автор множества научных статьй, публикаций, отчетов по проблемам межгосударственных отношений и региональной безопасности Транцентральной Азии. С нами сегодня журналист-аналитик из Таджикистана, мой коллега Марат Амачоев, главный редактор представительства IWPR в Таджикистане. Марат – опытный журналист-аналитик, который более 20 лет наблюдает, пишет, исследует процессы, происходящие как в Таджикистане, так и в других странах Центральной Азии. Позвольте мне также поприветствовать и представить вам нашего уважаемого эксперта из Узбекистана Юлия Юсупова, известного как у себя в стране, так и в регионе аналитика по экономическим проблемам. Юрий Батырович работает директором Центра for Economic Development, не правительственной коммерческой организации, занимающейся исследованиями в области экономического развития, экономической политики, бизнес-консалдинга. Он имеет большой опыт исследовательской и консультационной работы в странах Центральной Азии, является также автором множества научных публикаций, статей и отчетов. К нам немного попозже присоединится также уважаемая экспертка-исследовательница из Кыргызстана Эльмира Нагайбаева. Она исследовательница социально-политических процессов Центральной Азии и руководитель аналитического центра полис Азии. Эльмира также богатый опыт исследований, конфликтов и в целом проблем безопасности, как в Кыргызстане, так и в области региональной безопасности. Добро пожаловать, уважаемые эксперты, и спасибо, что согласились принять участие в нашей беседе. Наша встреча состоит из трех блоков, и по окончании этих блоков у нас есть время для того, чтобы участники, зрители нашего мероприятия задали нам вопросы. Они, пожалуйста, я обращаюсь к зрителям, вы можете задавать свои вопросы в чат этой нашей конференции в Зуме, и потом мы постараемся ответить на них. Итак, первый блок. Давайте поговорим о каждой стране в отдельности. Первые 30 лет пройдены. Эти 30 лет показали, плохо ли, хорошо ли. Страны состоялись как независимые государства. К 30-летию независимости стран Центральной Азии наши государства подошли с определенным багажом, как достижений, так и проблем, которые, возможно, будут сопровождать эти страны в дальнейшем. И первый мой вопрос к Аскару. Аскар, пожалуйста, расскажите нам, какие главные вызовы, на ваш взгляд, будут стоять перед Казахстаном в ближайшие 30 лет, и что нужно сделать, чтобы уже сейчас их минимизировать. Пожалуйста. Добрый день, коллеги, уважаемые зрители. Ну, знаете, я хотел бы наносить с того, что говорят, лучший враг хорошего. Казахстан пришел с неплохими результатами к 30-летнему еврею своей независимости, но в то же время мы видим, что критика в адрес руководства страны, в адрес правительства у нас не утихает, даже становится жестче. А жестче становится много, потому что люди понимают, что мы могли бы достичь еще большего, еще лучшего. И есть определенное такое ощущение некоторых потери темпа. То есть есть пример экономического бума в Казахстане в конце 90-х, в начале 2000-х годов, который еще совпал с хорошей конъюнктурой цен на энергоносители. И Казахстан очень бурно развивался в те годы. Он обеспечил себя в какой-то степени, но еще стал выступать в роли донора. Но затем всемирно-экономический кризис и затем конъюнктура на энергоресурсы, на продукцию горно-метрологического комплекса. Все это пошло на спад. И сейчас мы видим, что темпы нашего развития замедлились. И вот это вызывает у нас недовольство у населения. Какие вызовы стоят? Здесь, наверное, общий вызов для всех стран региона – это вопрос транзита. В Казахстане два года назад мы теперь страна не первого президента, мы страна второго президента. И процесс транзита еще не завершен, я считаю. И поэтому в целом деловые политические элиты, они еще настороженно относятся ко всем изменениям. Они пока еще оглядываются в прошлое, оглядываются назад. И сейчас у нас даже не успев выбрать второго президента, в стране у нас задается вопрос, а кто будет третий президент. И опять же, есть определенная настороженность, есть определенное беспокойство. Общество беспокойственно смотрит в будущее. Поэтому в то же время второй момент, на мой взгляд, это в Казахстане, благодаря богатым природным запасам, Казахстан, практически эти 30 лет, Казахстан не испытывал проблемы с инвестициями, он не испытывал проблемы недостатка средств. Но вопрос сейчас, самый главный для нас, это то, как расходуются наши средства, насколько они эффективны. Опять же, я считаю, что за эти 30 лет мы слишком много ресурсов, средств из Казны потратили на международные имиджевые мероприятия, отдача от которых на самом-то деле оказалась низкой. То есть это, я считаю, и Экспо, это и различные спортивные азиады. То есть тратятся ежегодно миллиарды, миллиарды долларов. Но что мы имеем? Вот у меня, например, я смотрю на те же страны постсоветские, которые находятся в схожей ситуации, в схожей весовой, скажем, категории, и которые также богаты природными ископаемыми ресурсами. И вот у меня состоит впечатление, что вот в этой когорте Казахстана не в топе по эффективному использованию средств. Напротив, я думаю, что слишком много денег разбазаривается. По большому счету, когда мы даем характеристику состояния нашей экономики, у нас часто говорят, больше напоминают именно о бордюрной экономике, когда, просто пример, ежегодно асфальтируются одни и те же улицы, которые так вылезаны, да, и меняются бордюры, опять же, на одних и тех же улицах, в то время как все остальные части города остаются плохо не обустроенными. Поэтому вот это все, если экстраполируют на всю республику, опять же, я считаю, что задача, например, Казахстана – это развивать свои города. То есть в Казахстане не только есть столица Нур-Шултан, не только есть город Алматы, есть другие города, которые требуются внимания со стороны руководства, со стороны правительства. И по большому счету, опять же, хотя у нас достаточно высокий уровень урбанизации, промышленного развития, тем не менее, там необходимо заняться развитием села, поскольку наши корни – это как раз это села, это необходимо заниматься аграрными индустриями. Ну и, понятно, еще один момент, такое сожаление – это то, что вот страны Центральной Азии за все 30 лет своего развития так и не наладили эффективную взаимодействие между собой. Да, сейчас на границах стали меньше стрелять, границы не минируются, но, тем не менее, вот эти 30 лет, я бы назвал, ну, по крайней мере, периодом, то, знаете, такой, это потерянные десятилетия. Мы могли бы совместными усилиями, даже если не говорить об интеграции, а просто о региональной кооперации, мы бы могли выстроить как раз здесь собственную территорию соразвития. Но этого, к сожалению, я не говорю, что этого не произошло, но, опять же, вот такой, знаете, лейтмотив моего выступления – мы, вот, как Казахстан, так и другие страны Центральной Азии достигли многого, но много потери, но мы могли бы достигнуть в 2-3 раза больше. Вот я об этом хотел бы сказать. Спасибо большое. Спасибо, Аскар. Конечно, проблемы схожие в наших странах, но они немного разнятся. Я сейчас хотела бы задать вопрос Марату Матшоеву. Марат, пожалуйста, расскажите нам, какие вызовы и риски вы наблюдаете, которые стоят перед Казахстаном в эти предстоящие три десятилетия. Если можно, то дайте, пожалуйста, сразу рекомендации, что делать необходимо сейчас, чтобы минимизировать изнутри единиц. Пожалуйста, Марат. Спасибо, Лола. Меня нормально слышно? Да. Так, ну, некоторые из этих рисков, они, можно сказать, долгосрочные. Некоторые из них надо решать буквально в ближайшие несколько месяцев, может быть, лет. Это прежде всего то, что ухудшилась внешняя, скажем так, ситуация. В соседней стране, в Афганистане, к власти пришли талибы. И косвенно или опосредованно, и так, в силу ряда причин, они оказывают очень большое влияние на Таджикистан. Таджикистан в этом вопросе, он довольно уникален, так скажем. Опять же, по ряду причин. И поэтому приход талибов в Афганистан, конечно, больше всего на нас повлиял. Объективно. Это, конечно, вызов. Также среди рисков, можно сказать, это то, что в какой-то степени мы сами создаем, не в какой-то степени, а в значительной степени. Это то, что ухудшились отношения с соседним Кыргызстаном. Это не такая, скажем, проблема, конечно, ее даже и близко не надо сравнить с проблемами прихода талибов, но тоже внешняя проблема, которую надо решать желательно в самое близкое время. И здесь очень важен диалог, чтобы этот диалог поддерживался и на уровне первых лиц, и на уровне, скажем так, министерств, и на уровне гражданского общества. Причем, может быть, на уровне гражданского общества даже важнее. Очень важно, чтобы люди по обе стороны границы говорили из-за уровня. Так, среди других проблем, это, конечно, экономика, экономические риски и вызовы. Ну и мировая конъюнктура ухудшается, это вызов для нас. Но и сами риски, которые мы сами создаем за счет своего не очень хорошего такого опыта. В том числе, например, есть проблема очень большого размера внешней задолженности. Прежде всего, перед Китаем. И мы знаем, что задолженность перед Китаем, она всегда чревата. Это не экономическая, это больше политическая даже проблема. И проблема не в размере долга. Проблема в том, что я сейчас, например, не вижу, за счет каких ресурсов властям удастся рассчитывать, отдавать проценты по этим долгам, отдавать эти кредиты и так далее. Я не вижу, за счет чего. За счет чего власти смогут привлекать нужные для страны инвестиции, чтобы не только рассчитываться по долгам, но и развивать страну. Без инвестиций развитие не происходит. Это, по-моему, вполне очевидная такая истина. Существующий инвестиционный режим крайне неблагоприятен. Он неблагоприятен как для внутренних инвесторов, так и для внешних. И, к сожалению, есть основания говорить, что тенденция, скорее всего, говорит об ухудшении ситуации. По крайней мере, я не вижу понимания, то, что ситуация довольно критическая. Например, сейчас новый налоговый кодекс обсуждается. Ну, он на грани, скажем так, принятия. Но я не вижу, чтобы в нем были отражены вот эти угрозы. Так, и уже наш уважаемый коллега из Казахстана говорил о проблеме вот транзита власти для наших стран. Это своеобразная ловушка, да? Когда говорят, что вот первые лица, они незаменимые, они эксклюзивные. И получается, что происходит в сообществе, когда в силу ряда причин это лицо надо менять. Но, конечно, эту проблему не надо преувеличивать. Мы видим, у нас есть прямо рядом примеры транзита, скажем, в том же Туркменистане, в Узбекистане, где транзит произошел без особых проблем. Но все равно для наших стран транзит власти – это всегда риск. Это риск. И тем более, когда есть основания говорить, что внутри правящей элиты усиливается борьба за ресурсы. Так что этот риск, он сохраняется. Так, и одна из самых главных проблем. Да. Меня нормально слышно? Да, одна минута, Мара. А, да. И теперь я пунктивно обозначу. Стагнация, в которой погрозится Таджикистан, это и политическая, и социальная сфера. Здесь комплексные реформы нужны. И кризис традиционной клановой структуры общества. Еще одна проблема. Это очень болезненная для общества ситуация, когда кланы прежние связи распадают, родственные связи распадают, родной дядя обманывают и так далее. Но в то же время тут это тот случай, когда есть шанс сдаться гражданскому обществу. Потому что гражданскому обществу нужен индивидуальность. Не нужен член клана. Ему нужен индивидуальный человек. И последняя проблема – это высокий уровень миграции. Утечка умов и энергии. Уезжает, как правило, наиболее образованный и энергичный член общества. И сейчас, к сожалению, для многих граждан Таджикистана внешняя миграция – это один из главных их шагов в планировании собственной жизни. Это все, что я хотел сказать. В общем-то, немного субботно. Конечно. Мы видим проблемы, которые существуют, они сопровождают и, наверное, будут, как я уже говорила, сопровождать наши страны на протяжении ближайшего времени. А сейчас я бы хотел попросить уважаемого Юлия Юсупова. Пожалуйста, Юлия, расскажите о том, какие вызовы-угрозы вы видите для Узбекистана на предстоящие 30 лет. И, если можно, какие действия нужно предпринимать, чтобы решать эти внутренние проблемы уже сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день всем. Я для себя вызовы, которыми сталкиваются Узбекистан, я думаю, в разной степени другие страны региона, разделил на две группы. Я сейчас как бы… Юлия, пожалуйста, немного погромче, потому что мы вас слушаем не очень хорошо. Да. Поближе к эфираму. Хорошо. Давайте. Так лучше? Говори громче, пожалуйста. Я постараюсь максимально громко. Значит, я разделил вызовы на два уровня. Сейчас хотел бы в этой сессии поговорить о первом уровне. Самые такие глобальные стратегические вызовы, которые, я думаю, актуальны не только для Узбекистана, но и для других стран региона. На мой взгляд, эти вызовы стояли перед Узбекистаном и в начале независимости. Они до сих пор стоят перед нашей стороной. Первый вызов – это переход к рыночной экономике, создание эффективных и инклюзивных рыночных институтов, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост. Второй вызов – это создание дееспособного независимого государства, эффективных политических институтов и постепенная демократизация общества. И третий вызов – это нахождение своего места в мире, в регионе. Вот этот набор вызов, таких стратегических, стоял, я повторяю, в начале независимости, и он стоит до сих пор. Это, в принципе, эти же вызовы стояли, по крайней мере, стояли 30 лет назад и перед другими странами с переходной экономикой. В чем особенность наших стран? Ну, я прежде всего говорю об Узбекистане, но я думаю, в значительной степени приотвительно эти вызовы особенность и других стран нашего региона. Во-первых, в наших странах отсутствует позитивный опыт строительства демократических государств. На наших землях государства были издоровлены, но, как правило, это были достаточно… выживали, по крайней мере, и преуспевали достаточно жесткие авторитарные государства. У нас нет опыта, например, по сравнению со странами Восточной Европы, существования вообще в демократических обществах. Вторая проблема ответа на этих вызов заключается в том, что у нас и нет опыта существования, не было опыта, сейчас уже немножко прибавилось, существования в своих рыночной экономике. Да, регион в центре торговых путей, но торговля, даже такая глобальная, международная, это все-таки не совсем развитая рыночная экономика. Третья проблема заключается в том, что советская власть, которая была до нашей независимости, она нам в этих двух направлениях опыта не прибавила, наоборот, она дал нам отрицательный опыт и в политическом строительстве, и в строительстве рыночной экономики. Следующая проблема, затрудняющая ответы на эти вызовы, заключается в том, что в наших странах пока очень слабый средний класс и слабое гражданское общество. А именно эти институты, эти структуры являются главными носителями того, чтобы развивать устойчивые политические и демократические институты и развивать институты, которые будут способствовать рыночной экономике. Третья проблема, следующая проблема, затрудняющая ответы на этот вызов, заключается в том, что нас окружают страны, которые не так уж, так называемые черные рыцари, которые нам не могут дать, как правило, в большинстве случаев позитивного примера, опыта, и повести за собой в сторону решения вот этих проблем. С юга, сейчас, Барат уже упоминал, появились талибы, проблема Афганистана, с востока Китай, с севера Россия. Ни те, ни другие, ни третьи нам не дадут хорошего опыта именно в движении в сторону демократических, политических институтов. Китай, может быть, даст какие-то подсказки, реформы, которые проводились когда-то там 20-30 лет назад, ну и сейчас там тоже и экономика, и в России, и в Китае, она не совсем, скажем так, типичная рыночная экономика. То есть эти черные рыцари, они нас могут скорее куда-то в другую сторону отвезти, чем помочь, скажем, опять-таки, сравнив с странами Восточной Европы, где под боком ЕС, и есть очень много позитивного опыта, и они помогут, подскажут и так далее. Что, так сказать, с Узбекистаном? Как мы отвечали на эти три выгода, которые я упомянул? К сожалению, мы, вот Оскар уже упомянул, 30 потерянных лет, мы не только даже не потеряли, а мы, может, в каких-то позициях отошли даже назад. В плане политическом у нас существовал жесткий авторитарный режим до недавнего времени, где вообще, так сказать, мышь не проскочит и никаких разговоров о, так сказать, создании эффективных политических интеллектов даже нельзя было заикаться. Со сменой, так сказать, президента у нас появились здесь подвижки, режим смягчается, налаживается обратная связь государств с обществом, до этого была полная стена, но еще предстоит очень многое сделать, может быть, позже мы об этом поговорим, так сказать, я так скажу. В плане модернизации экономики... Одна минута. Да, я заканчиваю. В плане модернизации экономики, вот мы как раз пошли не то, что аж вперед не сдвинулись, а сдвинулись назад. У нас была применена модель такой жесткой индустриализации, импортозамещения, которая привела к огромной бюрократизации экономики, к коррупции, к тому, что инвестиции просто уходили, огромные инвестиции уходили в песок. И самое главное, это привело к тому, что рыночные реформы были свернуты. Мы сейчас, мы подошли к тому, что у нас пришлось в 2017 году, начинать те реформы, которые наши соседи, в том числе ближайшие, провели еще в 90-е годы. Сегодня многие реформы проведены, но предстоит провести еще гораздо больше реформ. И, к сожалению, вот эта политика философии импортозамещения сидит в головах наших чиновников, до сих пор очень крепко, и это очень сильно затрудняет движение вперед. Спасибо. Спасибо большое вам, Юлий. Мы когда и обсуждали, и сейчас говорим о том, что очень много общего, но в каждой стране есть какие-то свои особенности. К нам присоединилась сейчас Эльмира Новыбаева. Я приветствую вас, Эльмира, я вас уже представила. Спасибо, что вы к нам присоединились. И, пожалуйста, сейчас мы хотели бы послушать от вас, что, по вашему мнению, является главной угрозой для независимости Кыргызстана, какие у вас есть вызовы и риски в предстоящие 30 лет. Обозначьте нам, пожалуйста, самые главные на ваш взгляд. Добрый день, коллеги. Спасибо, Лола. Коллеги, вам не кажется, что наш минорный такой запал очень симптоматичный. Мы сразу пытаемся найти самое страшное и говорить об угрозах и рисках. И, насколько я помню, все 30 лет по региону и по Кыргызстану. Эльмира, пожалуйста, погрумче. Да, может быть, наша сегодняшняя дискуссия немного поменяет. Мне кажется, что вот этот постколониальный дискурс самоуничижения, возможно, он не является проблемой. нашего неразвития или развития. Что касается Кыргызстана. В Кыргызстане как раз-таки проблем с транзитом власти нет. Наши политические циклы и политическая вообще динамика настолько высока, что происходят постоянные изменения. Мы пережили события, которые по-разному именуются, революциями, пучами и так далее. Но нужно сказать, что при этом политическая система при всех прогнозах бывших, она становится все более и более устойчивой. Это не приводит к развитию страны-государства, но, тем не менее, сама политическая система развивается и пытается идти дальше. И в этом смысле, когда мы будем сравнивать регион, нам нужно подумать о том, о рисках, сравнительных рисках. Не дай бог, конечно, если это произойдет в странах-соседях. Для Кыргызстана, если все-таки говорить о угрозах, это все-таки вызовы для нынешнего политического класса или политической группы, которая вновь пришла к власти в Кыргызстан. И она связана с позиционированием внутри страны, с тем, как будет воспринимать общество. Пока вот эта концептуальная картина будущего и того, что предлагает эта группа, достаточно размыта и невнятно, но 28 ноября в Кыргызстане ожидаются парламентские выборы. И тогда начнется очередная такая ярмарка тщеславия и презентация различных партий, которые будут демонстрировать нам всю палитру концептуального видения. На сегодняшний день есть большой вопрос с качеством управленцев. в Кыргызстане, потому что постоянно изменяющаяся власть привела к тому, что вымываются профессиональные кадры и стоит вопрос с профессиональными качествами элиты. И это сказывается в том числе на институциональной памяти. С одной стороны, это хорошо, потому что это ломает некоторую, может быть, такую авторитарную вертикаль. Но с другой стороны, мы еще не выработали какие-то новые инструменты. Я бы не согласилась с коллегой по поводу того, что в нашем регионе никогда не было попыток трансформации в демократические институты. Я бы поспорила. Мне кажется, что на территории Центральной Азии в разных ее видах в разное время были военные демократии и разные виды того, что мы называем до сих пор трайбами и рассматриваем. Трайбы бы не выживали, если бы у них не было вот этой самой демократии. Что касается Кыргызстана, у нас все еще есть свобода слова, у нас есть гражданское общество. У нас за последние годы были попытки его сузить и копировались ряд законопроектов, связанных с свободой слова, связанной с ограничением гражданского общества, МПО в частности. И как это будет прививаться и развиваться, мы будем смотреть дальше. Две основные фигуры, лидерские фигуры, которые сегодня находятся в Кыргызстане, это президент и его некогда друг, единомышленник, напарник, сегодня представители базового силового органа, уже вступили в новую фазу. Из единомышленников мы сегодня можем наблюдать некоторую конкуренцию, которая сказывается на той политике, которую они проводят. И это, безусловно, относится и к безопасности, безопасности внутри страны и отношению к внешним соседям. Про регион мы еще будем говорить. У меня есть время, да? Да, давайте я вам еще одну минуту даю, и дальше мы приступаем. Да, у нас пересекаются и в ваших выступлениях тоже общие вызовы, страновые вызовы. Акцентируйтесь на 30 лет вперед. Давайте на 30 лет теперь вперед. Какие вызовы остаются? Давайте, да, я перехожу на регион, да, из-за какого-то страны. Давайте сначала я тогда, а потом вы перейдете на регион. Спасибо большое. Да, действительно, 30 лет, которые были и 30 лет, которые предстоят нам, они, эти вызовы, риски и угрозы пересекаются. Политическая нестабильность в одних странах, допустим, авторитаризм в других странах. Разные проблемы, как во внешней политике, внутренней политике, социальной жизни, коррупция, экология и так далее. Очень много вызовов. Сегодня мы не успеем их всех обсудить, но, тем не менее, есть общие проблемы в регионе. Они часто пересекаются со страновыми, но вопрос в том, как каждая страна смотрит на эти региональные вызовы и на какое место в списке приоритетов она ставит. И тут подходы разнятся. Мне бы хотелось услышать от наших экспертов, на их взгляд, какие вызовы являются основными для региона с точки зрения страны расположения. Эльмира, давайте продолжим. Теперь в обратном порядке вы сейчас нам расскажете. И, пожалуйста, назовите три главных вызова, на ваш взгляд, которые общие присутствуют для стран региона в ближайшие 30 лет. Пожалуйста. Первый вызов, он все-таки глобальный. Здесь речь идет не только о регионе, а ситуации в мире. Это то, о чем рефлексирует все мыслящее сообщество. Это так называемый консервативный поворот. Если мы вспоминаем себя 30 лет назад, то мы тогда говорили о демократии. У нас был пыл, вера, видение. И сегодня мы понимаем, что ситуация изменилась полностью, часовая стрелка изменилась полностью наоборот. И консервативный поворот – это не ситуация только в Центральной Азии, в странах Центральной Азии. Это то, что происходит сегодня в Европе, в Америке, во всем мире. Это некоторый откат от демократических ценностей, демократических приоритетов. Это откат в некоторую такую патриархальную среду. И здесь мы должны понимать, где находимся мы и в относительно времени, и относительно географии. Я думаю, что это очень важно осмыслять, выходя за рамки государств и за рамки региона. Второй момент – нам нужно очень четко понимать возможности технологий. Несмотря на то, что многие государства пытаются отделиться, закрыться, мы понимаем, что мир меняется, и даже за те 30 лет, о которых мы говорим, мир все равно, границы все равно рушатся. Второй вызов, которым я хотела определить – это деколониальный подход, в котором нужно осмыслять уже все наши государства Центральной Азии, не только. В конце концов, уже смешно говорить о транзите и говорить о каких-то локальных вещах. Надо вспомнить, что у нас у всех общее прошлое, и мы все соседи. И никуда мы друг друга не откачуем, мы все равно так или иначе будем жить вместе. Здесь, возможно, нужно осмыслять все и дистанцироваться от этих экстраполированных нам концепций евразийства, европейства и так далее, и так далее. Действительно, нам нужно искать эти концепции у себя, и, может быть, пора вспомнить и обратить внимание на то, о чем пытался нам все это время говорить Стар. Нам нужно определять возможности коммуникации в регионе. И это не только формальные большие форумы, которые здесь присутствуют, но и это другие инструменты. Нам пора садиться и определять у нас одно прошлое и одно будущее. И вообще мы ведомы, и вот этот колониальный подход, он очень легко, мне кажется, садится на страны Центральной Азии. Любое доминирующее государство, которое здесь экстраполирует свою стратегию, оно получает такой ответ. Вспомним Китай, который говорит всем нам о том, что у нас одно будущее, одно прошлое, о некотором едином прошлом. И тогда мы видим, что каждое государство Центральной Азии откликается Китаю. Но это забавно, потому что мы не говорим о нашем общем прошлом и о настоящем. И здесь вызовы идут еще локального характера. Вопрос, третий момент, это вопрос с Афганистаном и вопрос с Талибаном. Вы понимаете, здесь же несколько уровней вызовов. Первый вызов – это сам Афганистан и то, как каждый из государств будет выстраивать отношения с ними. И как Афганистан будет воспринимать теперь Центральную Азию. И опять-таки старость большой Центральной Азии. И второй момент, как Афганистан станет только поводом для новой разворачивающейся геополитики, которая опять здесь будет вырабатываться. И она уже здесь началась опять. Я говорю о том, что нас опять начнут спасать. Сейчас начинаются формироваться и оживать различные клики, объединения, которые нас будут вовлекать. Здесь большой вопрос, в какие из них будут входить какие страны Центральной Азии. Это тоже вопрос с вызовом будущего. И третий момент. Мне кажется, что мы очень часто говорим про государство и про геополитику, но мы очень мало говорим про людей, про наше общество. В Центральной Азии нужно формировать общую, в том числе интеллектуальную среду, рефлексивную среду. Это должны быть центры, в которых бы обучались все представители элиты интеллектуалов Центральной Азии, которые бы вместе росли, образовывались и строили то самое объединение, о которых мы говорим. И самое ключевое слово здесь, на мой взгляд, это соседство. И сегодня вышла замечательная статья Асельмур-Закуловой об этом. Я всем ее рекомендую прочитать. Спасибо, Эльмира. Мы сейчас в третьем блоке будем говорить о рекомендациях. Вот как раз-таки там можно, уже хорошие даете нам идеи. Следующий мой вопрос адресован Юлию. Уважаемый Юрий Батырич, скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, нам также три общих вызова и рисков для региона, которые могут испортить наше объединение, вообще развитие и, пожалуйста, на ваш взгляд, не повторяться. Не обязательно эти вызовы должны испортить объединение, может быть, они как раз и заставят нас объединиться. Да, пожалуйста, погромче, потому что вас все-таки слышно. Я постараюсь приблизить. Так лучше? Очень хорошо. Вот так очень хорошо. Значит, необязательно эти вызовы должны нас разъединять. Наоборот, может быть, они и какие-то из них могут нам позволить объединиться. Значит, я бы назвал вызовом номер один – это экология. Это и стратегический, и тактический вызов. Ну, на примере Узбекистана я могу сказать, что у нас три ключевые экологические проблемы. Это проблема воды. Мы страшно используем плохо воду. Огромные потери воды. И в значительной степени это связано не с внешней экологией, а с нашим внутренним неумением наладить ее использование. Второе – это земля. По крайней мере, по относительному Узбекистану это очень актуально, потому что мы постоянно теряем земли, падает их плодородие, земля превращается в песок. И опять-таки это дело рукотворное. Это результат нашей экономической политики в значительной степени. Третья экологическая проблема – это загрязнение окружающей среды, но особенно это касается, например, Ташкента, где уже в последнее время дышать нечем. Второй вызов – это неразвитость передовых отраслей экономики. Что я имею в виду? Что сегодня в современном мире передовые отрасли экономики – это наука, образование, инновации, информационные технологии, финансовый сектор, медицина, индустрия развлечений, туризм, производство продукции с высокой добавленной стоимостью. И как результат неразвитости всех этих передовых отраслей, как следствие, сильная зависимость от сырьевого экспорта. Это касается практически всех стран. Единственное, Таджикисану особенно в качестве сырья нечего почти экспортировать. Все остальные страны очень сильно, если посмотреть на состав структуры экспорта, в основном это сырьевые товары. И, соответственно, любые колебания конъюнктуры на мировых рынках этих товаров сказываются на экономике, так или иначе. Третья такая, скажем так, скорее краткосрочный вызов, на который надо отвечать – это сокращение спроса на трудовых мигрантов. Опять-таки, это может быть не всех стран касается, в гораздо меньшей степени Казахстана, но вот другие страны региона, ну, по крайней мере, три страны, которые здесь представлены, это может касаться очень сильно и в плане того, что уменьшается поступление денег от трудовых мигрантов в страну, и в плане того, что увеличивается напряженность, потому что люди, которые, так сказать, не нашли работу за рубежом, они теперь пытаются найти ее дома, а дома они ее найти не могут, и это чревато социальными катаклизмами. Вот три вызова, которые я добавил. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Ивановна. И следующий мой вопрос адресован Аскару. Аскар, пожалуйста, на ваш взгляд, назовите три основных вызова, которые являются едиными для всех стран региона. Не повторяться, прошу. Так, ну, самое первое, я бы назвал это низкое качество государственного управления. Это касается всех республик Центральной Азии. Вот знаете, вот на Западе, да, последние десятилетия изучают феномен Китая. И других азианских тигров, они пытаются понять, почему авторитарные страны сделали такой большой прыжок вперед. Вот. И, ну, возникает такая у них дилемма, да, почему успешные авторитаризмы, как они бросают вызов там западным странам. Вот мы, например, у нас почему-то в Центральной Азии, хотя рядом есть, например, Китая, да, мы не демократии, но в то же время почему-то мы из этих авторитаризм даже не учимся у этих стран. И построили за 30 лет неэффективный авторитаризм, понимаете? Да, нам нужно идти. Поэтому главная функция, вот если мы, то есть это у нас получается, вот как в Китае у нас есть, в наших всех странах есть, так, знаете, мы успешны в мобилизации ресурсов, централизации. Но мы не пускаем эти ресурсы на развитие и выпускаем не все, а фактически наше руководство занято и увлечены вопросами перераспределения вот этой ренты в свою пользу. Но вовсе эти деньги не идут на развитие. А второй вопрос, это, я бы назвал, проблема с чешским капиталом. То есть у нас необходимо вкладываться, инвестировать в чешский капитал. Вместо этого мы видим, как, мы же видим очень много успешных представителей наших стран, они достигают успеха за границей. Почему эти люди вмываются за границей? Почему они не находят себе места здесь? Почему люди, получив хорошее классическое образование за рубежом, в передовых вузах во всех наших странах, они возвращаются и не могут найти себе применение? Здесь нет тех индустрий, здесь нет тех сфер, где они могли бы себя проявить. И получается, что молодежь, которая должна быть в нашем будущем, по большому счету, опять же, возвращаясь назад, она уезжает за рубеж. Поэтому это вторая проблема. Ну и третья, на мой взгляд, знаете, мир движется к постиндустриальному обществу. Но западный мир подошел к этому с развитой промышленностью. И сейчас идет вопрос перераспределения между различными отраслями в пользу цифровизации, в пользу новых отраслей, новых экономик. А мы подходим к постиндустриальному обществу не с развитой промышленностью, а наоборот, в некоторых наших странах произошла деиндустриализация. И развитие новых секторов экономики происходит на фоне вот этой пустыни, понимаете? Вместо этого мы говорим о новой экономике, о новой энергетике, о цифровизации, но при этом мы импортируем самые обыденные, самые необходимые товары с России и Китая. То есть, по большому счету, ну, необходимо просто понять вообще, что мы строим, что мы хотим построить, и как это в целом соотносится с теми трендами, которые существуют за рубежом. Потому что, понятно, мы можем лидировать там в интеллектуальных дискуссиях, говорить о прекрасных вещах, но при этом ходить сами в регионе с голой задницей, понимаете? Поэтому содержание и форма должны соответствовать друг другу. Ну, наверное, четвертое, я бы сказал, так, знаете, мне кажется, в нашем дискурсе слишком много безопасности. Вот, понимаете, да, я понимаю, что мы напуганы там Баткенскими событиями в конце 90-х, мы там напуганы были ситуацией в Афганистане, этой перманентной гражданской войной, наконец-то там, знаете, лучше говорить, да, этот ужас, приобрел какие-то определенные черты, все, талибы победили. Но почему? Вот раньше нас пугали, что вот без России мы не справимся. Ну вот в регионе есть российские базы в Таджикистане, в Кыргызстане, в Узбекистане мощная армия. Но почему по-прежнему нас все пугают? То есть, получается, две российские базы стоят, а уверенности в будущем так и нет. Поэтому, понимаете, надо что-то решать, понимаете, надо работать над этим потенциалом противодействия, объединять ресурсы, создать некую, знаете, ну, местную региональную идентичность, чтобы быть уверенными, наконец, в завтрашнем дне. Спасибо. Спасибо, Аскар. Да, сейчас мы в третьем блоке как раз конкретно будем говорить о том, что надо делать для того, чтобы минимизировать, для того, чтобы нас не воспринимали как развивающиеся страны и так далее. Сейчас я хочу задать вопрос Марату. Марат, пожалуйста. Три основных вызова общих региональных для стран Центральной Азии хочу услышать от тебя, пожалуйста. Спасибо, Лола. Ну, главный вызов, на мой взгляд, это то, что, немного о нем уже говорили, общество в первых странах, они модернизируются, они становятся все более инклюзивными. Там мы видим многие движения, которые добавляются равных прав и вообще сейчас равные права, это такой девиз, это современный тренд. У нас, мы видим, общество, очень много граждан вообще не принимает никакого участия в управлении страной. Они не влияют на принятие решений ни на региональном уровне, ни на местном уровне, ни на уровне страны. Мы видим также, что у нас очень высокий уровень нетерпимости по самым разным вопросам. Это первое. Мы, наше общество должно модернизироваться, чтобы мы не оставали, потому что, правильно говоря, что человеческий капитал, он главный, он главный роль играет сейчас. Так, второй вызов, второй риск, на мой взгляд, это высокий уровень общественного неравенства, который существует в наших странах. Он чреват, он может создать, он создает вот эту напряженность в обществе, он может быть чреватым самыми такими социальными какими-то последствиями. Ну и я согласен с Юлием Юсуповым, это экология. Это экология, которая частично ухудшается на нашей вине, то есть это риск, это наша проблема, и частично это вызов, потому что это объективно мировая проблема, короче говоря, связана вообще с мировой вот такой неправильной хозяйственной деятельностью. Вот эти три риска. Спасибо большое. Сейчас вы уже начали, все уважаемые эксперты, говорить о том, что необходимо делать для того, чтобы минимизировать риски. И неоднократно звучало среди экспертов, вот я уже давно провожу такие экспертные встречи, и радует, что есть среди экспертов понимание того, что регион должен объединяться. Сейчас я хочу услышать от вас рекомендации для того, чтобы минимизировать риски, и прошу вас обратить внимание вот на какой вопрос. Понятно, что 30 лет, которые прошли, были какие-то болезни роста, удалось ли их избежать или не удалось ли их избежать, это другой вопрос. И понятно, что в конце 80-х годов прошлого века, когда на территории СССР разворачивались стремительные процессы, в результате которых мы получили независимость, эти времена прошли. Первые годы были очень тяжелыми для всех наших стран. Где-то вот как в Таджикистане была гражданская война, революции, связи экономические разрушились, определялись какие-то формации, в которых мы сейчас живем. И наши страны методом проб и ошибок пришли к сегодняшнему юбилею 30-летия, где-то набивая себе шишки, где-то на ощупь получили какие-то результаты. И вот как результат сейчас мы живем в независимых государствах, плохих или хороших, это другой вопрос. Тем не менее, есть вот пять стран независимых, как мы говорим, которые оправдывали свои вот эти ошибки временными рамками, мол, молодые государства, неопытность политиков и так далее. И вот следующий вопрос у меня такой, Эльмира, этот вопрос вам. Не кажется ли вам, что в последующие годы общество будет становиться все более требовательными к своим правительствам, поскольку оправданий типа молодости, неопытности больше не будет удовлетворять общество? Как вы считаете? Я думаю, что ваш вопрос – это подтверждение той тезы, о которой вы говорите. Общество меняется, и помимо экологии меняется самосознание людей, меняется мир, он становится ближе, ярче, просто потому что появляются различные социальные сети. Общество становится все больше и больше открытым, и люди узнают гораздо больше, чем хотелось бы, например, и государством. И люди понимают о возможностях, которых есть где-то рядом. И вот эта вот неудовлетворенность нас так или иначе будет расти. И, соответственно, будут расти предъявления своим государствам, родителям, возможно, элитам. И тогда начинаются такие социальные движения, о которых мы даже не можем знать. Чтобы это понимать, достаточно вспомнить, каким были наши общества 30 лет назад. И какие они, и какие сегодня. Это не только технологизация, это восприятие себя. Если 30 лет назад у нас было ощущение, такой флёр, ощущение того, что теперь мы наконец-то построим своё что-то собственное, перспективное, то 30 лет назад эти иллюзии потихонечку растеряло. И здесь я соглашусь с Аскаром. У нас действительно сегодня в обществе слишком много опасностей. Мы слишком много и часто о ней говорим. Возможно, это делается случайно. Возможно, так действительно ситуация происходит. А возможно, это происходит потому, что страх – это великая вещь, которая помогает управлять и манипулировать государством. Второй момент – это несостоятельность. Мы постоянно… Вот этот дискурс нашей собственной несостоятельности звучит даже сегодня у нас. При том, что нам нужно, наоборот, критически ослумыслить сложившийся язык и интеграции, и регионализации Центральной Азии, основываясь на доколониальной оптике в первую очередь. Я начала говорить о статье Асель Мурзакуровой, которая пишет именно об этом. Мы постоянно говорим, мы смотрим, говорим о себе именно через призму чужих, а не собственно себя. И здесь я бы хотела еще сказать про ситуацию сегодня. Я хочу сделать такую отсылку к Умберто Эко, новой средневековье. Обратите внимание, та ситуация, которая разворачивается сегодня, она очень напоминает то самое новое средневековье, о котором писал Умберто Эко. И да, сегодня мы видим такой откат к традиционализмам, такой радикализации ислама где-то, к откату от демократических каких-то устремлений, которые были у нас раньше. Но разве причина не в наших головах? Разве не причина не в том, как мы формируем нашу молодежь, наше общество? Нам нужно говорить не о государстве, надо говорить не о политике. Если мы говорим о будущем, нам нужно говорить о том, как мы формируем наши будущие элиты, которые уже разрознены, которые уже учатся в разных центрах. И я опять вернусь к Умберто Эко. Когда он описывает, как зарождалась единая успешная Европа, он говорит прежде всего о центральных точках, вузах, о центральных местах образования и культуры, где образовывали все представители разных элитов, из разных областей, городов и государств Европы, где они получали общее образование, общую культуру и учились ценить друг друга. Если мы говорим о Центральной Азии сегодня, нам очень трудно представить даже нашу молодежь сегодня вместе. На каком языке они будут говорить завтра? Я говорю не только об этническом языке, я говорю о культурном и цивилизационном языке. Что они будут ценить? Вот это, мне кажется, главный вопрос для нашего региона и наших стран. Совершенно согласна с вами, Эльмира. Действительно, вопросы образования, вопросы культуры, вопросы... Вот эти вопросы, они, конечно же, также стоят перед нашими обществами. И об этом тоже нужно уже сейчас думать и поднимать, я так бы сказала бы. Вот, может быть, в Казахстане это как-то не так, но вот в Таджикистане я чувствую, что уровень образования среди населения, общий уровень, он очень сильно упал по сравнению с 30 годами ранее. Я вопрос хочу сейчас задать Юлию. Юлий, что, на ваш взгляд, нужно сейчас делать правительством наших стран, чтобы страны вышли из определения развивающихся стран и целенаправленно шли к достижению статуса самодостаточных, развитых и экономически, и политически государств? Пожалуйста, Юлий, что вы думаете? Спасибо, Лола. Но, как показал наш опыт реформ, который мы проводим уже последние несколько лет, экономические реформы утыкаются после определенного момента в определенный барьер, такой невидимый барьер, когда мы дальше двигаться не можем. Они утыкаются в несовершенство политических институтов. Если у нас ужасная судебная система, судьи принимают решение, как скажут, сверху или по коррупционным моментам, экономика дальше развиваться не может. Если у нас не работает система сдержек и противовесов, разделения властей, сменяемости власти, экономика тоже дальше развиваться не может. И так далее и тому подобное. То есть наряду с экономической модернизацией нужно осуществлять политическую модернизацию. У нас ни страны Балтии, ни Восточная Европа мы за несколько лет это сделать не можем, поэтому надо говорить о постепенной демократизации. За один год это не получится сделать, и даже за 10 лет это не получится, но нужно в этом направлении двигаться. И вот экономические и политические реформы в этом плане тоже взаимосвязаны, потому что, на мой взгляд, для устойчивой демократизации нужен очень мощный средний класс. А средний класс появляется как раз в результате этих самых экономических реформ. Тут два этих направления, они друг друга взаимодополняют, и их надо двигаться одновременно. Третье направление, которым нам надо двигаться, это то, о чем уже несколько раз сегодня звучало, это региональная интеграция. Это именно инструмент для того, чтобы создавать цивилизованное общество в наших странах. Что дает региональная интеграция? Ну, прежде всего, экономическая интеграция, но и без политической интеграции здесь тоже не получится. Во-первых, если мы создадим единое экономическое пространство, мы станем более привлекательны для инвесторов, и внутренних, и внешних. Потому что одно дело маленькие рынки, другое дело один большой глобальный центральный азиатский рынок. Здесь я могу приводить очень много примеров, когда инвесторы приходят именно под большие рынки. Пока мы не объединимся, мы на большие инвестиции не можем претендовать. Во-вторых, региональная интеграция даст нам возможность для кооперации усилий в предприятиях наших для разделения труда и использования эффекта масштаба. В-третьих, это важный источник конкуренции на внутренних рынках. Например, в Узбекистане рынки очень многие монополизированы, и благодаря интеграции, слому вот этих барьеров искусственных перед импортом, мы вполне можем развивать конкуренцию. Ну и последний такой более геополитический момент. При региональной интеграции мы можем наконец стать какой-то единой силой и уменьшить нашу зависимость от этих вот самых черных рыцарей, рыцарей которых я упоминал. Мы можем уступать единым фронтом. Спасибо. Спасибо большое. Я как раз таки хочу подобный вопрос адресовать Аскару. Аскар, пожалуйста, скажите, как вы считаете, могут ли страны Центральной Азии стать полноценным, единым регионом, вот о чем сейчас говорит Илья Батырович, и что для этого необходимо сделать, и какие риски вы видите сейчас для этого? Пожалуйста. Ну первое, мне кажется, прошло 30 лет, с тех пор мы обрели независимость, пора перестать винить во всем наше прошлое, да? Ну 30 лет достаточно срок, что надо взять ответственность за свои судьбы и все-таки уже строить, начать, по крайней мере, строить, да? Второе, это, я думаю, мы, знаете, мы играем в чужие игры всегда. Пора вести свою игру. Когда я говорю в чужие игры, мы всегда пытаемся там поймать попутный ветер от политики других держав. Да, скажем, Россия, наш партнер, Китай, наш партнер, где-то нам выгоден пояс и путь, там, или мы активно сотрудничали, там, были членами международной антитеррористической, да, вот этой компании, сотрудничали с Айсав, там, с Западом в вопросах, там, по ситуации в Афганистане. Но в целом, знаете, у нас, а где наше собственное региональное повестствие? Вот даже если мы возьмем консультивные встречи, которые проходили между нашими президентами, ну, все они заканчиваются чем? Они заканчиваются там совместным заявлением. Там много что написано и правильного написано, но мне кажется, пора, необходимо какая-то, знаете, общий, начать с того, что необходим общий региональный документ, свое родное дорожная карта. Ну, надо поделиться, куда мы идем в нашем сотрудничестве, и чтобы это, по крайней мере, ну, там, если это была согласованная повестка, чтобы все правительства, все руководства начали ее потихоньку исполнять. А второе, что касается внутреннего развития, то, знаете, ну, велосипеды изобретать не надо, есть индикаторы различных международных структур, надо просто работать над ними. Есть те же самые СДГ, да, цель устойчивого развития, там, ООН, надо, как, все-таки, заниматься домашней работой. Ну, и самое главное, я думаю, видите, вот я согласен с Ильей Магабай, она вот по большому счету говорила о том, что, знаете, об энтропии, если перестать там что-то строить, то очень быстро все возвращается, ну, и деградирует, да, идет откат назад, и мы возвращаемся, наоборот, там, в архаизм, нас отбрасывают куда-то назад. Поэтому, по большому счету, ну, надо понимать, что если не работать над будущим, то это может произойти очень быстро. Вот соседний Афганистан, это пример. Но в то же время, понимаете, вот я не знаю, может, что такое парадоксальная мысль, вот в 20 веке, да, были движения, там, за гражданские права, там, но сейчас скорость изменений гораздо быстрее. Мне кажется, более эффективно заниматься инновациями. Вот любая инновация, по большому счету, она ускорит развитие этих процессов гораздо быстрее. Вот, например, вперед пандемии мы видим, например, сколько много было сделано в Казахстане, и то, что было сделано в плане цифровизации, понимаете, это изменило жизнь общества очень быстро. Мы сейчас живем совершенно в другой реальности, нежели чем при пандемии, и мы даже это не заметили, как мы вот это сделали, вот такой рывок вперед. Поэтому это определенный пример, надо, мне кажется, задуматься над этим, что, я говорю, путь прогресса, в том числе общественного, лежит через инновации. Ну и последнее, надо верить в собственных людей и работать над человеческим капиталом. Иначе, я говорю, что надо, знаете, руководители будущего наших стран, они воспитываются уже сейчас, через образование, через семьи. Если мы упустим этот процесс, то в будущем мы просто воспроизведем те же самые общества, в которых мы живем сейчас. Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо, Аскар. Конечно, за сегодняшнюю короткую встречу мы не сможем сейчас дать рекомендации, но тем не менее у нас уже складывается определенный подход. И что меня очень радует, это то, что мы говорим о едином пространстве экономическом, может быть, единое политическое пространство нам еще создать пока что не удается, не удастся, наверное, может быть, самые ближайшие, а может быть, и удастся. Как вы уже все отметили, стремительно происходят всякие трансформации на территории как всего мира, так и в странах Центральной Азии. И мне бы сейчас хотелось задать вопрос, Марат, что можно делать в первую очередь, чтобы страны Центральной Азии воспринимались как зависимые в политике игроки, зависимые от основных игроков. от России, Китая и так далее. Пожалуйста, что, на ваш взгляд, можно сделать сейчас? Марат? Да, я согласен с тем, что у нас очень много говорят о безопасности. Есть в семье. Вы меня слышите? Сейчас слышим, да. Нет? Марат, пожалуйста. Я согласен, что... Напишите мне, если будет проблем со звуком. Марата, у нас какие-то проблемы технические, может быть... Я появился, Вова. Да, да. У меня... Возле меня несколько сразу источников интернета, и все они барахлят. Это Таджикистан. Так, я согласен с тем, что у нас очень много в нашей стране говорят о безопасности. Есть семейные исследования, где говорится о том, что быстрее развиваются страны, где меньше говорят о безопасности, а больше говорят о развитии. Это, в общем-то, такой тренд современный. Ну, коротко я скажу, что нам нужно сделать ставку на внутреннее развитие, чтобы нас уважали. Нам нужно создать... Других рецептов нет. Успешно... Велосипед действительно не надо заплетать. Нам нужно... Многие проблемы являются следствием монополизации. Та же коррупция, о которой нам сейчас вот задали вопрос в чате. Коррупция – это тоже следствие монополизации. Надежды на... Они уже себя исчерпали. На одного, скажем, авторитарного правителя, который ничего не делает для развития экономики, для развития собственных стран. Нашим странам, коротко, нужна конкурентная политика, конкурентная экономика, нужна конкуренция идти. Вот это все, что я так коротко могу сказать. Спасибо большое. Спасибо, Марат. Да, вот у нас в чат сейчас уже задали вопрос, почему никто не говорит про коррупцию. Коррупция, конечно же, сейчас это самый основной вызов. Вызов и страны, зная о том, что это один из вызовов, тем не менее, каких-то особых действий со стороны правительств, которые сейчас есть, не предпринимают. Это очень большой вызов и проблема, и как ее решать? Никто не ставит приоритеты сейчас борьбу с коррупцией. Вполне вероятно, что мы продолжаем видеть болезни роста, и коррупция, она так остается. И во всех практически странах постсоветских, это один из самых больших вызовов. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Я сейчас, да, я сейчас, может быть, кто-то из вас еще что-то хочет высказать по поводу тех вызовов и что с ними необходимо делать, потому что вопросов в чат у нас пока что больше нет. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Дамир, написали бы. Ну, хорошо, давайте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да. У меня вопрос к спикеру из Таджикистана и Кыргызстана. Каков характер и масштабы радикализации ислама среди молодежи в ваших двух республиках? Спасибо. Я думаю, Эльмира начнет, а я продолжу. Мне это знакомо. Дамир, спасибо за вопрос. Когда вы говорите характер и радикализация, вы имеете в виду что? Вы имеете в виду проценты, статистику или оттенки? И, во-первых, во-вторых, мы должны понимать, что мы опять говорим об опасности. Мы опять ведомы в этом дискурсе, потому что мы говорим о опасности. Вообще, вы обратите внимание, вот этот термин «исламизация» меня, наверное, он очень пугает. Я не знаю, как в ваших странах, господа. В моей стране более 99, ну, около 99% людей разделяют ислам. И говорить это вот в одном контексте, наверное, нужно уже с опаской. Что говорить про молодежь? У нас... Я уже заранее до этого говорила про консервативный поворот, и он идет по всему миру. И в Центральной Азии, в Кыргызстане в частности. Да, у нас очень сильно происходит исламизация государства. Я сейчас не буду говорить о процентах по регионах и по социальным каким-то стратификациям. Но я могу сказать, что вот у нас сейчас период накануне выборов, и уже появляются политические партии с религиозным подтекстом. Там, например, вторая супруга и так далее. То есть потихонечку продвигаются нормы, которые заложены, например, в нормах шариата. И мне кажется, что самая большая опасность в этом смысле в Кыргызстане, как во многих странах, происходит в том, что есть риск замещения официальной нормы, законов и конституции нормами шариата. И вот такое вот лоббирование мы наблюдаем все больше и больше. И в это лоббирование, и в эту вот такую социальную поддержку все больше вовлекчена молодежь в том числе. Вот. Да, спасибо, Элимир, вы ответили. Я думаю, на вопрос. Происходят эти процессы, мы их наблюдаем. Да, Марат, пожалуйста, в Кыргызстане. Ну, такая проблема, да, существует. Но, опять же, я бы не стал ее преувеличивать. Есть, опять же, мировые исследования, которые говорят, что сейчас идет такой тренд, уровень религиозности, в том числе в исламских странах, он падает. Это, в общем-то, всемирный тренд. Только несколько стран, исключение из этого правила. И я думаю, что, если мы будем решать другие социальные проблемы, эта проблема тоже будет решаться. Надо всегда смотреть суть семейских групп. В основном, часто спекуляция идет на том, что не решать социальные проблемы, нет социальной справедливости. и нарушаются права людей. Если эти проблемы будут решаться, будет снижаться и этот уровень. Я думаю, что именно так и должно происходить. Спасибо большое вам за ответы. Знаете, может быть, я задам вопрос. Очень много в последнее время говорится о том, что, ну, страны, например, западной демократии, они приносят свою эту западную демократию, страны Востока, страны, допустим, не учитывая реалии государств, которых так было в Афганистане, так происходит и в наших странах. Некоторые эксперты даже говорят о какой-то другой совершенно восточной, там, шелковой демократии, еще какой-то. Вот как вы относитесь к таким высказываниям? Что вы можете сказать о том, подходит ли западная демократия для наших стран? Или не подходит? Может быть, Юлий, от вас ответ. Ну, по крайней мере, в Узбекистане очень широко распространена точка зрения, что есть какой-то такой генетический код, который, ну, вплоть до того, что это в генах сидит, что вот у нас узбеков там, видимо, не только узбеков, у многих других заложено в генах, что должно быть авторитарное управление, коррупция и прочее, прочее, прочее. Ну, есть опыт многих стран, ну, не многих, к сожалению, отдельных стран, которые достаточно быстро переходят, по историческим меркам, конечно, получается осуществить вот такой переход от ситуации, когда, казалось бы, вот все это в крови, в генах сидит и коррупция и прочее, никакой демократии. Ну, глядишь, прошло там 10-20 лет, и вполне нормальная страна. Никаких нет генетических кодов, есть, конечно же, определенные культурные традиции, стереотипы поведения, есть, конечно же, определенные объективные предпосылки. Не думаю, что есть какая-то западная демократия, есть эффективные политические институты, которые позволяют создавать условия для, так сказать, выражения интересов общества и создают параллельные еще условия для нормального экономического развития. Другое дело, что вот как бы это нельзя насадить, ну, насадить сверху, если нет для этого предпосылок, насадить сверху, в том числе даже, так сказать, по опыту Японии и Германии после войны, мы знаем, что можно, но для этого должны быть какие-то внутренние предпосылки. А нужно к этому созреть, и к этому нужно достаточно долго прийти. Вот я как раз хотел здесь немножко поопонировать Аскару, который противопоставил немножко права человека и инновации. Был когда-то на одном из петербургских форумов один выступающий, он сказал, вам нужна молоко, а не корова. А на самом деле вам нужна корова. Инновации огромную роль играют в современной цивилизации. Современная цивилизация вся построена на инновациях и кардинально меняется на жизнь одного поколения жизнь. И благодаря инновациям они нам заданы. Но для того, чтобы стать действительно инновационной страной, инновационной экономикой, нужно сначала создать соответствующие институты. Просто взять инновации, это вот молоко без корова. А надо научиться самим эти инновации. Не то, что даже разрабатывать, мы уже отстали там на сотни лет, чтобы быть на передовых рубежах, хотя бы внедрять. Мы даже порой этого украсть и внедрить не можем. Потому что нет соответствующих экономических и политических институтов. А как я уже говорил, на мой взгляд, экономический и не только на мой, политический институт очень тесно связан. И без эффективной тоже судебной системы, без разделения властей, сдержек противовесов, экономика рано или поздно приходит, утыкается в невидимую стену и дальше развиваться не может. Поэтому вот эти политические институты, современные политические институты, надо внедрять постепенно, но надо внедрять. Без этого мы никуда не денемся. Никакой особой западной демократии нет. Они не то, что универсальны, они могут быть похожи. Например, Китай какие-то даже институты при Дэн Сиапине внедрил институт сменяемости власти. Никакой там демократии западной нет, но институт сменяемости власти, который сейчас нынешнее руководство угрохало, он существовал. Это, на мой взгляд, стало важным фактором экономического развития. Вот такого рода институты мы должны потихонечку старательно, медленно, возможно, ускоряя, внедрять. Это все в наших руках. Спасибо. Спасибо большое, Юлий. Я вот тоже думаю о том, что искоренение таких, как вы сказали, генетически заложенных, может быть, вещей, как коррупция, в некоторых странах показало свою эффективность. Вот тот же Сингапур, если брать за пример, тот же Сингапур. Спасибо большое. Ильмира тоже ответила на этот вопрос в чате, насаженный ориентализм. Вполне, допускаю. И вот у нас вопрос от пользователя по имени Сулейман. Он говорит, что было сказано, что хотя 30 лет прошло, но все еще не наладились отношения между странами в разных отношениях. Можно ли сказать, что в этом виноваты сами правящие элиты? Мы говорили об элитах тоже. И, например, можно сказать, что для того, чтобы закрепиться самим и получить поддержку общества, отвлекать от существующих проблем, они ищут врагов или недоброжелателей, и это оставляет след, хотя и проходит много времени. И заинтересованы ли эти элиты, чтобы регион Центральная Азия развивался совместно? Ну вот вопрос об этом у нас тоже звучал. Ведь для них есть риск потери власти, потери статуса, и есть риск, что те или иные действия или правонарушения во время нахождения власти их привлекут к ответственности. Ну вот на примере Кыргызстана мы видим, что привлекают к ответственности. К сожалению, в наших странах мы пока не видели того, чтобы привлекали к ответственности. Эльмира, может быть, вы ответите на вопрос Сулеймана в чате. Виноваты ли политические элиты? А, про ответственность все понятно. Да, это такая, на самом деле, очень трудный процесс, и понятно, что круговая порука, особенно в таком небольшом государстве, как Кыргызстан, очень распространенный момент. Но когда мы говорим про ответственность, наверное, нужно разделять на юридическую ответственность и, второе, общественное порицание. Мне кажется, что вот эта вот юридическая ответственность в Кыргызстане очень сильно подкрепляется порицанием. Дело в том, что недавно был прецедент, когда один из бывших президентов сюда прибыл, и на самом деле его приняли довольно таких прохладно. И это тоже признак развития. Я думаю, что общество рефлексирует и понимает, что коррупция, о которой вы сегодня упоминали, это еще когда у вас из ваших карманах берут ваши деньги, в первую очередь. И этот момент очень важный, поэтому вот это вот общественное порицание присутствует и проецируется в законодательную плоскость. Но здесь, к сожалению, у нас законодательство очень часто меняется, к сожалению, меняется конституция, и не все так хорошо, как кажется, со стороны, но картину портить я не буду. Спасибо большое, Эльмира. Спасибо вам за ответ. Ну вот у нас больше вопросов в чате нет. И я думаю, что подошло время подводить итоги. Да, мы сегодня говорили о тех рисках и угрозах. Ну вот мы говорим о безопасности, опасности Эльмира. Мы все-таки говорим об этом, потому что, ну как бы пока что без этого, мне кажется, нельзя прогнозировать. Есть риски, существуют какие-то угрозы. Иногда они, может быть, надуманные, может быть, нет. Но, тем не менее, в следующие 30 лет, которые будут жить наши государства, мы бы хотели, чтобы проблем, которые существуют в наших странах, их становилось меньше. И я еще раз подчеркиваю, что меня очень радует и мне импонирует, что многие эксперты говорят о том, что необходимо объединяться. Потому что каждая страна в отдельности, испытывая свои какие-то трудности, она не может решать большие проблемы, которые стоят перед регионом в целом. Спасибо вам огромное за вашу экспертизу. Спасибо за участие в нашей сегодняшней встрече. Я хочу напомнить нашим уважаемым зрителям, спасибо им также за их вопросы, что сегодня с нами на вопросы наши отвечали эксперты из Центральной Азии, из Казахстана, Аскар Нурша, из Бишкека, Имира Нагубаева, Юлий Юсупов из Узбекистана и Марат Мамадшоев из Душанбе. Модерировала обсуждение я, Лола Алимова. Больше аналитических материалов на эту и на другую тему, по другим темам волнующих жителей Центральной Азии, вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.azia. Спасибо вам большое, что были с нами и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.